Добрый вечер, уважанные глядочи! Вы знаете, чем я сейчас занимаюсь? Разом с мастачкой Татьяной Савич я попробую сделать глиняную цацку. Надеюсь, что у некоторых из вас дома есть глиняные цацки, а легко за все вы используете их, как упражнение интерьеру. В сегодняшнем выпуске программы «Берестейская скарбница» мы взвернемся до ритуальных функций глиняных цацок и попробуем сделать глиняную цацку «Мокаш». Мокаш в устной народной творчестве беларусов – символ плодности земли. Татьяна, расскажите, что нам потребно для того, чтобы сделать глиняную цацку «Мокаш»? Для работы нам потребуется глина. Глина у нас в Беларуси есть разная. Есть красная, мы с ее сегодня будем делать мокаш. Это глиняная цацка. Нашу цацку начинаем делать со спадницей. Раскатываем скалкой. До каких по меру? Кап пласт был 10 каля сантиметра. До уж джиней. Вот так. На пласте специальным ножом выразаем дугу. Непотребную лину прибираем. Капрая палец цацка не потрескалася, края и низ будущей спадницы смазываем шликером и излучаем спадницу. Формуем тулово. Для головы сваливаем шарик. Тянем, тянем шею. Ташка. Не сдюкай. У меня она гадывает гриб. Але нияк не голову шеи. Попробуем эту голову. Пришить до цеха. Для этого нам потребуется шарик. Не забываем промазывать шликером место излучшения у сих шасток цацки. Вот у нас уже есть барыня, боярыня. Ей не сграбная отремывается. Добра отремывается. Теперь будем пробить ее. Что я ей сделаю? Мабуть руки? Руки. Скручиваем шнур. Адмираем необходимую довжиню рук и отрезаем два однольковых кавалочка. Привасовываем их до тулово. Зробим белую прическу. Для этого нам нужна будет шестнока так. И даже когда вы не цырульник створится правдный цырульницкий шедевр просто. Например, можно одразу выкаристовывать целую капу, а можно вылучшать по одной волосинце и укладать одну за другой. А еще, мабуть, соломяную мокошь рабили. Так. Рабили такая житневая баба, якую палять зараз на масляницу. Это баба, якую рабили соломы на масляницу. Ее упрыгожывали лентами и выносили на поле. И на полях гуляли, хараподы, пели песни. И напраконцы я ее спаливали, а потом этот попел собирали и развеяли по полю, как поле принесло добрый урожай. Упрыгожваем мокошь пацерками, а ее спадницу – фалдами. На цацках, якие зроблены с тканиды, на них николе не рабили твары, потому что вот случилось, что может злый дух уселиться в эту ляльку. А вот у нашей мокошь мы будем рабить в очи? Нет, мы так само не будем рабить ничего. И когда дитя хотела, оно могло нарисовать эти очи. Вот такая глиняная женщина мокошь отрымалась у меня. Теперь остается только высушить ее и обвалить. И, может быть, если верить в то, что эта глиняная цацка будет сприять нашему добробыту, то так и будет оно. «Ля стенка Менецкой вежи» – так называется выстава Анатолия Туркова, что не так давно открылась в Мастацкий музее Бреста. Я родился в Каменце, жил недалеко от нашей реки. И когда мы в детстве с братом бегали ловить рыбу, я видел, что рядом там дом, и какой-то человек сидит с этюдником и пишет там картины. Человеком, с которым познакомился и пособил Анатоль, был белорусский живописец Федор Дорошевич. Именно это он дал Анатолию штуршок до первых кроков в творческое жизнь. Анатолий Савельевич не имеет специальной адукации. Все секреты рыбы по дереву он достигал самостоятельно. Он постоянно працует в разных накерунках народной творчести. Но один из любимых – рыба по тонированным фоне. Технику рыбы по тонированным фоне придумал Мастак майстернем национального парка «Беловежская пуща» Юрий Иосифович Киселев. Его творчесть сразу захопила Анатолия, потому что больше не идет, кроме «Беловежской пущи» ее не существует такого. Юрия уже давно нет на этом свете. А я продолжаю работать в этой технике, выполнять работы. И в 2004 году я в этой технике работы представлял на Республиканский художественный совет при администрации президента. Там был создан подарочный фонд. И они были признаны представительской продукцией. Ранее Мастак серьезно занимался линогравюрой. Тому с техникой рыбы по тонированным фоне он в литеральном сенсе – на «ты». И вот уже больше за 40 годов Турков не расстается с ее. Скажите, пожалуйста, про саму технику. Что потребно и как это делается? Берется березовая фанера. Она шлифуется, покрывается бельцами. Это специальная краска для дерева, которая коричневая или темная. И потом берутся рисы для линогравюры. И вырезается этот пейзаж, композиция. Таким образом все очень просто. Берешь и режешь. Кожный куточек, кожная былинка на каменецкой земле – дорогие чулы души Мастака. Тому так часто на его творческих работах можно побачить природу и местины, где все такое знакомое, родное, любое. Пейзажи узнаваемы. Мы часто встречаем вот такие уголки – пруд, речка, лес, домики, храмы. И вот тем именно они для нас и ценны, эти пейзажи, что мы все их видели, мы их хорошо знаем. Но мы, как правило, проходим мимо, бросив мимолетний взгляд. А здесь, на этих работах, мы можем присмотреться. Мы можем увидеть что-то свое, близкое себе, дорогое. Глядя на его работу видно, что человек влюблен в свой край, влюблен в свой город каменец. Потому что в каждой работе чувствуется та любовь в том месте, где он родился, где он живет. Это очень важно. Потому что тем более человек творческий, это идет подпитка очень хорошая, чисто энергетическая. И вот в каждой работе это все чувствуется. В последние годы с захоплением мастером стала парковая скульптура и маленькие архитектурные формы. За плечами богатый опыт работы с деревом. Но сирот всех пародравнин и он отдаёт перевагу дубу. Я на планерах всегда прошу организаторов, чтобы они брали дуб. Почему? Потому что он хоть самая твердая древесина, тяжело с ним работать. Но с ним приятно работать с той точки зрения, что можно более деталей проработать хорошо. Особенно если надо делать портретные работы. Приятнее работать. Тяжелее рукам, но результат как бы лучше получается. А вот тут есть сирот этих фотоздымков, приклады портретов? Ну конечно, конечно есть. Вот здесь Беловежья воспитательница детского дома. И мне там поручили сделать ее память, сделать скульптуру. Я сделал здесь мальчика, он держит такой архуш, на котором написано все, что здесь кому-то посвящено. По черно-белых фотоздымках Турков створил польских музыкал. Праца еще не была скончена, а люди приходили, глядели и познавали. Я им же не говорил, кого я делаю. Они узнавали там своих знакомых, которых в их молодости там играли где-то. У его скульптурах у вековечный много людей, которых уже нет с нами. Так, в стойлах, на родине народного майстра Николая Тарасюка, можно присесть на лаву поближе с его дравляной выявой. Потому что сакральное место, здесь стоит крыша, которую он когда-то сделал. Там мы сделали, с другой стороны, капличку, посвященную ему. И он здесь на лаве, он даже присел, снял шляпу в этом. И потому-то вот такой грустного я его и сделал. Потому что он задумался о бренности нашей жизни. Разом с майстрами розных накерунков народной творчести есть задумка створить совместную грунтовную композицию. Чтобы все-таки больше делали вот наших этих, таких работ в стиле нашим белорусским, в наших традициях выполняли. Чтобы это было интересно и гостям нашим, которые приезжают сюда в нашу страну. И в то же время от этого есть какая-то гордость. Потому что наша, допустим, техника, наша скульптура наша, она очень отличается от того, что выполняют, допустим, литовцы или поляки. В этом году на пленеры разберу у коробчицах Анатоль спадеется створить десятую скульптуру. И он марысь, им кнется и досягая. Об одном только шкадуя. Самое главное, конечно, это то, что не хватает времени. Если бы, наверное, еще одна жизнь, ее тоже, наверное, было бы мало. Так, мабыць, не дарма нам дано одинное житё и наканавана прожить свой адресок часу. И больше никто. Только мы сами отказаны за то, что поспеем за час это сделать, что покинем после себя наш чаткам. Как организовать кирмаш жаньяхов и выйти замуж? Кто-то поможет выполнить все заповедные ожидания и справиться с хатной працей. Отказаны на это. Пытания еще несколько поколений тому назад видела каждая славянская женщина. Хотя чему отказы? По сути, он один. Это лялька оберег. Юбочка одевается выворотно. Вверх ногами. Да. Значит, шовчик сзади на юбочке. Самое детство любимой справы Валентины Степановны было рукоделли. Усё почалось из обшивания лялек. С взрослым обрала профессию кровец-закройщик. А ночи на стене у знаёмых побачила миниатюру-вышивку. И с той самой поры пошло-поехало. Я говорю, дайте мне её. Я хочу такую вышить. А ты умеешь вышивать? Я говорю, нет, не умею. Ну то ты не вышьешь. И они мне не дали. Но меня это мучило. И я вернулась к ним. Через несколько дней говорю, ну дайте мне эту картинку. Я хочу вышить. Они мне дали картинку. Я перерисовала и вышла. Одна картина, другая, третья. Спочатку вышивала гладзю. Потом перешла на крыжик. Далее уход пошли природные материалы, крупы, семечки. Затраты минимальные. А выник сдявляет своей оригинальностью. Здесь используется семя льна. Наносится рисунок клеем. И потом это все засыпается. Вот манка засыпана. Ну и потом подкрашивали. Спробовала вышивать ручники. Но душа ждала чего-то другого. А душину нашла в ляльках. Люблю рукодельничать. И хочется делать этих кукол. Мастерить, творить. Что-то детям давать. Только бы дети хотели. Показать можно и дать все. Под ее пильным наглядом. Девчинки с захоплением. Робят ляльки обереги. И постигают глубинный сенс. Яки наши протки закладали у их. Тема сегодняшнего занятия. Народные куклы. У вас у всех есть задание. Кто делает какую куколку. Можете приступать. Колисти у селянских хатах. Налишвалася коляста ляльок оберегов. Кожная з их. Робилася по-розному. Имела свое значение. Куватка. Самая першая лялька. С которой немауля сустракалась. На порозе этого света. Ее название походит. От цикавого обрада кувады. Когда женщины рожали в бане. И вот в предбанник. Садили мужчину. Ее мужа. Ставился кошек с яйцами. И на эти яйца садился мужчина. Каппера хитрый снедшись. По прилазнику развешивали кувадок. Злые духи. Прымали ляльок за немауляток. Тому и не тропляли долей. У лазню до породихи с детьем. Когда женщина родит. Ее переодевали в мужскую одежду. Чтобы сбить нечистую силу. И она работала. А мужчина мог неделю до крестин. Лежать в кровати со спеленатым бревнышком. Вроде как это он родил. Чтобы отвести все плохое от своей жены. Вот такой был обычай. До немауляти клали пеленашку. Якая сагравала холодную колыску. У минулым колецацки не одрознивались о своей разностальностю. Матик обзабавить дитяти. Рабила ему зайчика. Берется вот такой лоскут ткани. Складываются вот такие треугольнички. Вот сложили. Теперь это перематывается. Вот видите, уже мы видим ушки зайчика. Перематаем их. Маленький сябар, опранутый на пальчик. За все дубы у побач. И в обеде, и в радости. Середину наполняли рештками тканей, обрезками, очосками ниток. Теперь для этой мэты можно выкарастать серпантин. Только что была лыжка. И раптом за место ей такая симпатичная и зручная для гульни штучка. Личится, что мать и займала ее и своих детей после обеда в эти вечеры. Капты не перешкоджали работать гадные справы. Это куколка на ложке. Ей днем пользовались, а на ночь мама заматывала ее на ложку и давала доченьке. Коли дитя тедрена спало, то верили у тоя, что здоровый сон вернее лялька бессонница. От дарунок до подарунок – першая лялька, якую дитя рыбила самостоинно. Самая першая призначалась и для батьков. Кабзмалку приучаться быть удячным им за тоя, что тая гадуюсь их и клопотится. Сегодня я сделала куклу в подарок. Ее, когда детям дарили игрушки, они делали своими руками и дарили эти игрушки взрослым. Капустка допомагала вызначить, что пришла пора жениться юнакам. Как разобраться в этом, девчата брали ляльку с собой на вечерки и клали на колени. Когда подсаживался парень, то более старшие люди смотрели, как он относится к кукле. И по его реакции на эту куклу они судили, пора ли ему жениться. Коли девчина выходила замуж, мать давала ей плакушку. И праздненький час по ее стане вызначало, який лез у дачки. Коли лялька зацухмоленная и брудная, значит, шмат слез пролилось на ее. Коли чистая, значит, дачка живе у миры и сгодзе. Эта кукла называется подружка-плакушка. С ней можно плакать и играть. Большесть ляльек символизовала жаночий початок, и только некоторые мужчинские. Как ни крути, а богатый в дом приносит мужчина. Тому богач в руках тримау торбочку с грошима. Олежь нават ляльцы оберегу у одиноца житенец сукар. Пара богача – зерновушка, показчик працавитости господаров и богатца у семьи. Она нужна, чтобы дома было счастье. И каждый год, когда появляется зерно, надо связывать, высыпать и насыпать новое. У каждой господине павинна была быть лялька-метлушка, якая рабилась на венику. Для того, чтобы выметать из избы все плохое, а также обметать ребеночка больного или кого-то больного. Рванки и мотанки – другая назва оберегау. Каб житю не было колотым и резаным, заборонялась корыстаться иголкой и ножницами. Обовязковым была присутность червоного колера. Вырабляли ляльок с кавалка вношеного одзеня здорового человека, якое увабрало у себе тепло рук створальника и было просякнуто працовным потом. Для детяти ляльки рабились только из батьковского одзеня, как передать родовую и генетичную память. Без звука не сурочить, а без роты не обговорить. Тому все ляльки были без твару, а без ног, как не сбегли от уладальника. А возле ляльцы на счастье, на отворот, ножки рабили обовязково. Чтобы она ходила за счастьем для своей хозяйки, искала ей счастье. И вот такая длинная коса, значит, чем длиннее коса, тем длиннее жизнь. Когда во всех ляльках волосы рабились натурального кольера, то разнокольровые долгие косы веснянки символизовали весну. Чем ярче об орех, тем больше им силы. По кольеру этого обовязкового атрибута дзяводства выражили об надворе и надыходящего лета. Кого ты у нас изготовила? Веснянку символа красоты и молодости. Для чего делали девочки? Для того, чтобы весна наступала ближе. Взробленные с душой и добрыми думками ляльки мают наибольшую привавливость эмоций у поравнаний с фабрычными. И подрастающее поколение это выразно засвоило. Не то, что ты их покупаешь, а делаешь своими руками, потому что они получаются интереснее, чем новые куклы. Знаете, лялька не один, а один из самых приемных проводников для ожитивления наших мор и ожиданий. А чтобы все справдилось, нужно верить. Верить в их мощь и огромную силу. Субтитры создавал DimaTorzok